Добрый вечер, уважаемые коллеги. Моя самая главная задача, наверное, не показать, насколько эффективны могут быть локальные методы воздействия, сколько вообще ответить на вопрос, насколько нашим пациентам нужны локальные методы воздействия при олигометастатической болезни. Может быть, просто продолжать консервативное лечение, а может быть, и необходимо использовать какие-то локальные методы. Но прежде всего хотелось бы сказать о статистике олигометастатической болезни. Если взять 100 пациенток раком молочной железы, которые обращаются впервые, то всего 8% будут на момент первичного обращения иметь метастатическую форму рака молочной железы, по данным российских исследователей. И частота олигометастатического рака молочной железы составит от 1 до 10%, что в численном выражении получится из 100 пациенток. Всего одна будет иметь олигометастатическую болезнь, к сожалению. Я почему говорю к сожалению, потому что это достаточно благоприятная когорта пациентов среди метастатических больных и, соответственно, обладающих относительно неплохим прогнозом. Очень долго не могли прийти к единому мнению, какое же выбрать определение для олигометастатической болезни. Существовало достаточно много различных вариантов. Это и олигометастатическая болезнь, это или метахронные олигометастазы, олигопрогрессии и так далее. И только лишь на ABC3 в Лиссабоне в 2015 году было принято решение о том, что считать олигометастатической болезнью. Она звучит следующим образом, что это метастатическая болезнь малого объема с ограниченным количеством и размером метастатических очагов до пяти. И не обязательно в одном органе, это может быть нескольких органов, такое количество метастазов потенциально подлежащим для локального лечения. И обязательно, наверное, условием должно быть полное достижение ремиссии. Почему 5? Почему такая цифра? Достаточно давно уже были проведены исследования. Одно из крупнейших было практически 30 лет назад. И вы видите, что здесь пациенты, которые имели менее пяти метастазов, обладали очень хорошим прогнозом. Медиана выживаемости была у них 146 месяцев. По сравнению с 96, при 6-12 метастазах и так далее, ниже больше 20 метастазов уже 62 только месяца. Очень интересная биология. И, к сожалению, мы на сегодняшний день мало о ней знаем. Есть только предположения. Одно из них, в частности, здесь представлено. И на основании, например, биологии опхоли предстательной железы предполагается, что возникновение олигометастазов происходит за счет клона клеток, которые находятся в начальной фазе эволюции своего развития потенциала, способствующего развитию метастазирования. Может быть, очень сложно сказано, но эти клетки обладают слабым метастатическим потенциалом и оказываются в циркулирующей крови благодаря тому, что попадают туда в большей степени спорадически. Несколько случайно, в отличие от системных метастатических болезней, где этому способствует активный миграционный процесс, связанный с тем, что уже вырабатываются специальные механизмы, способствующие метастазированию. Кроме того, эти клетки могут оседать не в тех органах, которые не являются тропными для этого вида клона клеток, и, соответственно, они могут приживаться в тех органах и тканях, которые для них, в общем-то, не свойственны. Это все обуславливает определенное клиническое течение заболевания, и на сегодняшний день считается, что олигометастатический рак молочной железы – это все-таки гетерогенная группа, которая состоит приблизительно из трех больших вариантов. Это олигометастатический рак молочной железы, случай с деновометастатическим опухолем с олигометастазами, второй вариант с резидуальными олигометастазами после системной терапии, и третий вариант – это с рецидивными олигометастазами после радикальной локорегиональной терапии. Эти все три варианта очень важны для выбора тактики и стратегии лечебной, и, соответственно, действий клиницистов в процессе назначения терапии. И прогнозы, естественно, заболевания. Роль удаления первичной опухоли у больных метастатическим раком молочной железы – такой вопрос может встать. Почему? Потому что если мы имеем ограниченное число метастазов, то мы сразу начинаем задумываться, зная про хороший прогноз пациентка, о неудалителе первичной опухоли, насколько целесообразно это делать. Был опубликован в 2013 году метаанализ по необходимости хирургической резекции первичной опухоли. Он был обнадеживающим, и были получены очень неплохие результаты по данным 10 клинических исследований, говорящих в пользу того, что хирургию выполнять надо. Но этот анализ при детальном рассмотрении оказался не без подвоха. В нем выявлено было следующее, что больше одного очка болезни имели 56%, которые не имели хирургию, 37% больных, которые имели хирургию. Соответственно, окончательно выводы этого метаанализа признать достоверными в полной мере, наверное, нельзя. Соответственно, еще кроме этого, большее количество пациентов было размером опухоли Т4, как раз в той группе, где не было хирургии, но по понятным причинам, потому что оперировать их было сложно. И, соответственно, они попадали в группу, где не было хирургического лечения. На этом основании авторами этого метаанализа был сделан вывод о том, что с осторожностью надо использовать хирургическое лечение для тех пациентов, кто имеет олигометастазы и имеется в виду первичного очага. В этом контексте представляется интересным два клинических исследования, опубликованные в последние годы. Это исследования турецких авторов, которые оба были рандомизированные, проспективные и предполагали на первом этапе выполнения радикальной резекции опухоли молочной железы мастектомии в последующем проведении химиогормонотерапии. Другая подгруппа пациентов получала химиогормонотерапию и возможно было использовать локальную терапию при локальной прогрессии. Какие были получены результаты? Трехлетняя выживаемость практически не отличалась, статистически достоверной разницы не было. Но при увеличении наблюдения за этими пациентами продолжительности мы видим, что разница между локальным хирургическим лечением и системной терапией нарастает. И опять же на этом основании вроде бы как появилась надежда, что мастектомия, радикальная резекция опухоли молочной железы может иметь место для лечения этой группы пациентов. В этом исследовании авторы отметили, что особенно статистически значимое улучшение общей выживаемости появляется у больных, у которых положительный статус гормональный с отсутствием эпидермального фактора роста, возраст пациенток менее 55 лет и с солитарными метастазами в кости. Здесь получена более существенная разница, практически вдвое превышающая таковую, тогда, когда не проводится радикальное какое-то лечение хирургическое. Еще одно исследование было опубликовано в журнале Lancet индийскими авторами, тоже рандомизированное, проспективное. В него включались пациентки менее чем в 65-летнем возрасте. Дизайн исследования аналогичный такому, который был использован в Турции. И здесь результат несколько другой. Мы видим, что отсутствует какая-либо разница по общей выживаемости среди пациента. И был проведен более глубокий анализ, который дал следующий результат, что лог оригинального метастазирования было значительно ниже у тех пациенток, которым использовали хирургическое лечение. А вот отдаленное метастазирование совершенно неожиданно было показано, наоборот, большее выживаемость или меньшее появление количества отдаленных метастазов у тех пациенток, которые не были оперированы. Это не первое сообщение, которое свидетельствовало о том, что удаление первичного очага может стимулировать развитие отдаленных метастазов. Объяснение этому найдено, пока еще не найдено. И предполагается, что каким-то образом первичная опухоль взаимодействует с отдаленными метастазами за счет факторов ангиогенеза, иммунной системы и так далее. К сожалению, очень много непонятного, это только очень-очень примитивные догадки. Тем не менее, это положение заставляет нас задуматься о том, насколько необходимо проведение хирургического лечения первичной опухоли. И на сегодняшний день ожидаются результаты европейского исследования RTC, в котором будет также проведен анализ проспективного рандомизированного исследования по хирургическому лечению первичной опухоли. Если говорить о других органах, то очень интересным представляется хирургическое лечение печени. Оказывается, что чаще всего метастатическое поражение печени все-таки бывает множественным, только 4-5% больных имеют изолированное поражение. Медиана выживаемости проведения системной химиотерапии варьирует в широких очень пределах, от 4 до 33 месяцев. А после резекции также все те цифры, которые были получены при многочисленных ретроспективных исследованиях, говорили о том, что она может составлять и 14 месяцев, и 63. Понять, в какой ситуации лучше проводить резекцию, где нет, на этих цифрах, к сожалению, невозможно. Но была попытка в одном из самых крупных исследований. Пытались проанализировать, что же все-таки дает нам основания для того, чтобы такие резекции выполнять. Прежде всего, это предоперационный ответ на... Или ответ на предоперационную химиотерапию. Он должен быть позитивным или как минимум стабилизацией. Левый график кривой. Мы видим, что здесь кривая намного выше расположена при наличии ответа на химиотерапию. И опухоль, чаще всего та, которая отвечает на такое лечение длительной выживаемостью, должна быть эстроген-позитивной. Даже были разработаны алгоритмы по проведению локальных резекций печени для пациента к ракам молочной железы. Но это вот отдельный вариант, на котором, может быть, не имеет пока смысла останавливаться. И в других исследованиях было подчеркнуто, что основными факторами, предикторами увеличения выживаемости является выживаемость без прогрессии. То есть, от момента лечения первичной опухоли до метастазирования должно пройти более двух лет. Это солитарные метастазы. Это хороший ответ на химиотерапию и негативные хирургические края. И выполнение этих условий позволит добиваться хороших результатов при резекции печени. Метастатическое поражение легких. Очень важно знать два момента. Первое – это то, что от 7 до 66% больных имеют ошибочный диагноз метастазов рака молочной железы при олигометастатической болезни. А это говорит о том, что этих больных все-таки необходимо оперировать хотя бы с той точки зрения, что нам надо поставить диагноз. А метастатическое ли это поражение легкого? И не имеется ли у пациента какая-то другая болезнь? А то мы будем лечить и совершенно делать это будем напрасно. Второй момент очень важный – это то, что, наверное, здесь торкоскопия не является ведущим методом хирургии, потому что очень много выявляется невидимых опухолих узелков, неопределяемых при компьютерной томографии, которые необходимо удалять хирургически при открытом хирургическом лечении. К факторам-предикторам увеличения выживаемости относятся выживаемость без прогрессии более трех лет, наличие солитарных метастазов, положительный рецепторный статус и малые размеры метастатических очагов, а также полная резекция всех очагов. Один из крупнейших анализов, который был достаточно давно опубликован Фриделем, показал, что очень важно полное удаление всех очагов. Если решились мы на такой шаг удалить метастатические очаги в легком, то обязательно делать это надо так, чтобы ни одного очага не оставалось. Это значительно увеличивает продолжительность жизни пациентов. Количество метастазов играет меньшую роль. Конечно, желательно, чтобы их было меньше. Это несколько лучший эффект. Тем не менее, длительная выживаемость сильно от этого не различалась. Метастатическое поражение костей. Поражение костей является первым метастатическим очагом, более чем у 50%. Это знает хорошо, наверное, каждый из нас. Изолированное поражение костей метастазами наблюдается у 17-37% больных с отдаленным метастазированием. 25% асимптоматичны и 75% ассоциированы со скелетными осложнениями. Вот такая статистика при метастатическом поражении костей. И одно из самых больших наблюдений по локальному лечению метастазов кости представлена здесь, на слайде, тоже 4 года назад опубликована. И на основании даже этой картинки мы видим, что чаще всего встречаются метастатические поражения в позвонках. На следующем чуть меньшем количестве обладают метастатические поражения в бедре, в плече и так далее. Было показано при подгрупповом анализе, что наибольшими результатами, наилучшими результатами обладают солитарные метастазы в кости перед множественными и перед сочетанием метастазов в кости висцеральными очагами. Кроме того, лучше на лечение реагировали те пациенты, у кого не было патологических переломов, и обязательно должны быть негативные края резекции. То есть резекции во всех случаях, как мы уже видим, что при резекции печени, при резекции метастазов легкие, обязательно должны все-таки быть радикальные резекции, потому что иначе результаты значительно хуже, если мы что-то оставляем, даже микроскопические клетки. К факторам предиктором увеличения выживаемости в другой работе отнесли солитарные метастазы, тоже положительные рецепторы, лечение бисфосфонатами. Метастатическое поражение головного мозга встречается у 10-15% с метастатическим раком молочной железы. Понятно, что для пациентов тройным негативным подтипом прогноз значительно хуже, чем с люминальными типами. Выживаемость больных с метастазами в головной мозг составляет от 2 до 16 месяцев. Изолированное поражение встречается, но, может быть, не так и уж и редко. Напомню, что при метастатическом поражении печени это всего 5%, здесь 17%. И надо отметить, что здесь уже сделано достаточно много в этом направлении. В частности, существуют гайдлайны. В 2010 году опубликован гайдлайн по стереотактической радиохирургии. Есть еще в журнале нейроэнкологии опубликован гайдлайн по тотальному облучению головного мозга, по хирургической резекции. И еще одна очень большая работа, заслуживающая внимания, это анализ, сравнение стереотоксической хирургии и тотального облучения головного мозга. У нас, к сожалению, нет времени анализировать все эти гайдлайны, но если немножечко сделать выжимку такую, я постарался это представить вот так более-менее наглядно, то можно сделать следующие выводы. Как, и когда, и кому, для какой категории пациентов лучше всего выполнять то или иной метод лечения. В частности, было показано, что для пациентов с хорошим общим статусом использование однократного проведения варианта лечения стереотоксической хирургии в сочетании с облучением головного мозга обеспечивает значимо лучший локальный контроль для пациентов с менее или равным четырем метастатическими очагами без увеличения частоты нежелательных явлений. То есть комбинация этих двух методов выглядит гораздо предпочтительнее, чем просто облучение всего головного мозга. Это что касалось локального контроля. Статистически значимое улучшение выживаемости показано при использовании двух этих методов с пациентов с одиночными метастазами, в то время как для пациентов с более или равными двум метастазами преимущество выживаемости остается пока еще противоречивым. Однократное подведение стереотоксической дозы лучевой терапии обеспечивает эквивалентную выживаемость в сравнении однократной дозой комбинированного лечения. Уровень 2 доказательств с одним рандомизированным исследованием, которое предположило преимущество выживаемости для стереотоксической лучевой терапии. Однократная доза радиохирургии, очевидно, обладает преимуществом перед одним проведением тотального облучения головного мозга для пациентов менее или равными тремя метастазами в плане улучшения выживаемости. Это, конечно, касается ограниченного количества поражений. Обязательно необходимы обследование эффективности и нейрокогнитивной функции каждые 2-3 месяца, если было использовано радиохирургический метод лечения. И последствия между изолированным и комбинированным лечением на сегодняшний день не очень хорошо изучены и остаются пока неясными. Если говорить о хирургическом лечении, то эти два метода сочетания радиохирургии с тотальным облучением на сегодняшний день равны эквивалентной по выживаемости хирургическому лечению и тотальному облучению головного мозга. И резекция в сочетании с облучением лучше, чем изолированное проведение лучевой терапии у пациентов с хорошим общим состоянием и ограниченным экстракраниальным распространением опухоли с отсутствием статистических различий в медиане выживаемости, локальном контроле или нейрокогнитивной функции между стандартной измененной дозой графиком фракционирования. И последний вывод, который можно сделать из этих гайдлайнов, это то, что результат хирургической резекции может быть лучше при крупных очагах, если их размер составляет более 3 см, чем при радиохирургическом лечении. Этот вариант тоже можно рассматривать для тех пациентов с достаточно большими крупными метастазами головного мозга. Все было бы хорошо, и мы бы могли смело рекомендовать все методы локальной терапии в клиническую практику, если бы не проблемы, которыми связаны изучение эффективности лечения олигометастатического рака молочной железы. Самое главное – это малое количество проспективных исследований. В основном они были ретроспективные с третьим уровнем доказательства. Большое количество исследований для определения олигометастатической болезни использовали различные дефиниции. Вот то, что я в самом начале показал, различные варианты представления, что в понимании исследователей следует считать олигометастатической болезнью. Это все было настолько различным, что иногда было сравнивать очень тяжело. Не во всех исследованиях изучение общей выживаемости было значимым с точки зрения построения дизайна исследования. И общая выживаемость репортировалась различными интервалами и в медиальных, и в 20-летней выживаемости, и в 5-летней, и в 4-х, и в 3-х летней. И сравнивать между собой эти показатели было чрезвычайно сложно и очень непросто. Если мы посмотрим на выживаемость больных метастатическим раком молочной железы, то по данным 4-х исследований продолжительности жизни 4 тысяч пациентов видим, что она составляет 22 месяца. Однако, если посмотреть ниже, то мы видим, что для полного ответа, то есть хорошего ответа на химиотерапию, она составляет 41 месяц, и для частичного ответа 2-4 месяца. А это означает то, что мы можем при хорошем, полноценном противоопухолевом ответе химиотерапии получать достаточно длительную выживаемость пациентов и сравнивать иногда результаты химиотерапии и локальных методов воздействия очень непросто. Крайне непросто. Связано это еще и с тем, что прогноз у лейкометастатической болезни в целом 107 на общий круг месяцев. Вы видите, насколько он резко отличается от того прогноза, который имеют пациенты с распространенной болезнью 22 месяца. Соответственно, не все вот эти 1869 пациентов были оперированы, в большей части проводилась химиотерапия, и, соответственно, необходимо ожидать появления только лишь крупных рандомизированных исследований для того, чтобы делать выводы окончательные. Что можно для себя вынести из того, что мы на сегодняшний день имеем по метаанализам, по гайдлайнам для своей клинической практики? Прежде всего, что удаление первичной опухоли при метастатическом раке молочной железы за пределами клинических исследований должно проводиться только избранным пациенткам. В основном это больные с положительным рецепторным статусом, с минимальным количеством метастазов в возрасте, и в возрасте может быть менее 55 лет, хотя это вот только предположение на основании турецкого исследования. Локальное лечение метастазов возможно у больных с выживаемостью без прогрессии более двух лет, это характерно практически для всех локализаций, с хорошим ответом на химио-гормонотерапию, солитарными метастазами, полной R0-резекцией всех очагов. И локальные методы лечения при метастатическом поражении головного мозга должны проводиться с учетом количества, размеров интракорониальных очагов, поражения экстракорониальной распространенности болезни и общего состояния больного. Планирование лечения больных с олигометастатическим раком молочной железы должно быть с участием мультидисциплинарной команды специалистов с привлечением достаточно широкого круга врачей. Спасибо за внимание. Спасибо большое.